Музей Анны Ахматовой Работает выставка замечательной петербургской художницы Виктории Марковной-Белаковской. Она закончила в Хутеин, так раньше называлась Академия художеств, по классу Петрова-Водкина, наш знаменитый художник. Она была, кстати, одной из его любимых учениц. И на выставке представлены работы, начиная с 20-х годов, заканчивая 60-ми. Я достаточно хорошо знаю круг, в котором она работала. Я занимался художником наведения круг художников, простите за тавтологию, Русаковым, Трауготом и другими. И эта эпоха, это направление, тенденции мне очень дороги, поскольку они принадлежат тому, что я все время назвал, это вошло в науку третьей струей, то есть искусством, обогащенным авангардом, но независимым от него, искусством, достаточно близким к тому, что у нас традиционно и не точно называется реализмом, но свободным от его догона. И вот этот неяркий, как его называли, ленинградский сезонизм, хотя Виктория Марковна никогда не была участницей каких бы то ни было групп, то, как он индивидуально преломлен в ее искусстве, очень, мне кажется, существенное явление в наше время, когда мнение и вкус очень поляризировались. Она не шла от рисунка, вот и многие художники, они сначала рисуют и, ну, я не могу сказать, что раскрашивают, но пишут уже потом, то есть она всегда говорила, что форму надо лепить цветом, то есть она прямо цветом вот уже начинала просто кистью цветом все лепить. У нее был такой импрессионистский взгляд, мне кажется, на живопись, потому что для нее было важное первое впечатление, и это впечатление, если она его не передала, она никогда к этому холсту уже второй раз не подходила. Она интересна, как, вы знаете, факт некого сохранения творческой индивидуальности. Несмотря на все тяготы, пережитые нашей семьей, Виктория Марковна, так случилось, что это моя бабушка, несмотря на все тяготы, пережитые семьей, это и сложный период довоенный, и военный, и послевоенный, когда бабушку исключили из союза художников за космополитизм, все равно художник сохранил вот это светлое ощущение жизни. Она и буквально считанные художники из Ленинграда того времени расцвели, раскрылись в своем кругу. Это, на самом деле, очень важно. Это повторилось отчасти в 70-е годы в московском искусстве, которое было квартирным. И вот в этом домашнем кругу, в котором были художники, друзья, и очень высокий уровень понимания живописной культуры, здесь не было проходных вещей. Это все сильно нерадикальное, очень культурное и очень самостоятельное живопись. Глядя на работы, посвященные Ленинграду, чувствуется, что человек непосредственно является участником самого окружающего пейзара. Человек, который живет непосредственно здесь не один день. И это все пропитано особым отношением художника к тому, над чем он работает, что он переносит на хвост. Вот это замечательно. Я думаю, я считаю, что это одно из главных качеств, должно быть, у художника. Я не театровед, я, в смысле, не искусствовед, я простой артист, но я сегодня получил огромное эстетическое удовольствие. Здесь чудесные образы и чудесные люди. И вот когда я вижу ее автопортреты в этих жакетках, в шляпках, когда видишь, как она пишет своих друзей, которые тоже очень многое потеряли, очень многое пережили, но сохранили и достоинство, я бы сказал, живописное достоинство, вот тогда понимаешь, что этот период не так прост, и что здесь еще многое стоит осмыслить. Они нашли единственный возможный способ существования, частная жизнь, это понятно, но они нашли форму живописную для этого существования, что очень редко, и меня, в таком случае, это все более привлекает. Редактор субтитров А.Семкин